Зло мироточит миром барыг. Из активной фазы кровопролитной мясорубки оно плавно переходит в фазу лукавства. Тем самым злом, тем самым сатаной. И сколько ни повторяй, обитрить же люди, немечные очи, зло завжди бывает покаранным. Как мы видим, на самом деле, в мирском деле, зло само себе карать не будет. И насколько политиков слушать, это вещь практически бесполезная во многом. Потому что они в основном отбеливают свою политическую силу, которая в чем-то не удалась. Хотя в этом в чем-то виноват, в принципе, и сам электорат. Но политологи, к примеру, рассказывают, что что-то же должно повстать. Так дальше продолжаться не может. Вы же посмотрите, что вокруг творится. На кровище бабло, воры процветают, плюют в Украину, плюют в честь, достоинство Украины. Плюют в нацию украинскую, в национализм нормальный, украинский. Превращают его, этот национализм, в барыжную марионетку. Папет-шоу для лохов. Делают, в принципе, из духовенства почти то же самое театр лялек для непросвещенных, патерналистичных в духовности своей людо-украинского. И вот себе вещают, вещают политологи, что что-то должно повстать. Потому что они уже, ну, они не политики, они не при бабле, как бы, не при власти. Им уже огыдно. Они уже видят этот народ, которому огыдно защищать ту политическую силу, которая проворовалась. На которой на челе написано, что это воры, вонючие барыги. С них ничего никогда путного не будет. Ну и они, блин, вылазят на сцену политическую и как мантру повторяют. А потом политологи, которым противно хоть что-то в душе, в своей совести, начинают говорить, что что-то же должно повстать. Ну вот люди, смотрите, давайте обветрить на мечные очи. Повставайте. А люди же тут, понятное дело. А вот реальных борцов, которые предлагают реальные вещи, план есть, там команда не команда, команда по дороге соберется, поверьте, уж соберется. Когда есть сильный лидер, реальный, которого уважают, шануют, целый свит. Они не обращают внимания. Я имею в виду, естественно, Михаила Саакашвили. Они выдумывают свои вот эти мантрические какие-то шары, какие-то годальнические, что должен же прийти, а вот он и не приходит. Что ж такое? Сколько вот времени, четвертый год войны, кровище льется, волонтеров убивают, дела никому, ни до кого, ни до чего нет. То есть, чтобы оставаться на плаву, чтобы оставаться политологом в свете рамп и огней, в которых они пребывали, когда их слушали с затаением, что они сейчас скажут, и из этих слов выплывет какая-то такая истина, которая как дух поднимется и всех освободит, такая пелена, как мантра. Оно, кровище пролилось и пришла пелена барых, паскудных гнид, которых некому устранять, убирать от власти, как угодно. Потому что они убирают и остраняют от власти нормальный украинский богобоязненный люд, народ. То есть, политологи пытаются мантрить, что вполне возможно, но вы же только повстаньте. Из корма для крокодила можно сделать генетически или еще каким-то образом самого крокодила. Стоит только вот начать, да, одуховляться. А кто будет это одуховление одуховлять, когда везде прорва барыжной коррупции? Даже в то, что считается теперь и духовенством проукраинским, со украинской стороны. То есть, там те же самые барыги крошат, как морским свинкам, духовенству, чтобы оно молчало. Ну, церковь же отделена, да, от государства. Все нормально. Ну, и большевики же отделили, да, церковь от государства. Ну, потому что и там тоже люди как бы немощные, начнут коррупцией заниматься, да, заведут еще куда-нибудь народ. Не, пускай лучше уже вот эти шизики, которые в Верховной Раде. Они лучше церкви знают, да, они такие вообще чуть ли не святые, политические святыни. Мироточивые, как эти долбанутые в Крыму поклонские рассказывают о мироточениях. Ну, такие везде в политике практически и сидят. То есть, эти политики замироточат так, что народ повстанет, придет и этих же воров, политиков устранит. Какой смысл им тогда мироточить что-то в народе, чтобы народ повстал и этих воров устранил. Ну, подождите, ну, у этого же народа, ну, по-любому должны быть лидеры. Ну, это, ну, по-любому даже, это естественные нужды. Для народа иметь лидеров, власть нормальную, естественно, поскольку народ не знается ни на политике толком, ни на экономике и тому подобное. Должны руководить этим народом нормальные люди. А народ навзаим должны руководить вот этими, которые руководят народом. Тогда получится полное, полное обоюдное согласие, которое будет только коррелироваться вот этими политологами или теми самыми политиками. Так что выходит и получается все наоборот. Чем больше власти, структуры, которые крошат, как морским свинкам, той же самой церкви, той же самой проукраинской. Я вообще про московский злочинный патриархат молчу. Там это издревле, это вообще капец. А об этом это преступная организация воровская, такая же барыжная, как и эта власть, которая ей симпатизирует. Ну, потому что она же держит паству. Народ баранов держит. Говорят, вот же Каддафи убили, вот зря его убили. Он же так держал этот народ паству, так держал. Зря вот московский патриархат тоже так держит, так держит, что не надо его убивать. А так разбредутся, начнут войну там гражданскую у себя. Да, как будто у нас нет своего патриархата, который могут и умеют контролировать сами проукраинцы, украинцы. Украинский патриархат, а не чужой, с Москвы, там где все бабло уходит наверх по вертикали власти, коррупционной схемы. А поскольку церковь, невеста Бога, создана Богом, значит она будет отторгать свои живительные, святые вещи, корни, влияние от тех, кто применяет эти святые вещи, понятие кровь Иисуса, святую, пролитую Богом, чтобы искупить человечество, людей простых, будет отторгать и опять приводить народ к сумасшествию и мясорубке. Чтобы через эту мясорубку народ опять начинал что-то тлдыкать, что-то начинал понимать. Что мы шли не той дорогой, мы шли коррупционной дорогой, которая нас привела опять к предательству, к пленению врагами и опять мясорубке. Давайте же другой дорогой пойдем, наконец-то. Ну что ж, відшумили свята, відіграли вертепи, Бог порадовався, але не надовго, бо знову вертаємось в оце багма коррупции, барыжного лахоразвода. Все ингредиенты есть, хоть завтра, хоть через 5-10, полчаса, минут, чтобы справедливо и счастливо зажить в нынке нашей Украине. Все есть, кандидатура есть. Человек эмоциональный, стремится. Не социотехничный уродец экстрасенсорно-шатанской лохотронной власти. Нормальный человек, который сдибный, который сдатный на что-то поменять. Народ не идет, почему? Ну потому что привык выходить за полтюшки, за стальнички. Вышли как при помаранчевых, те рыги вышли за свои, 200 больше бабла было, те вышли там за полтюшки. Потом пошли, кто бухать, кто куда, радость, счастье. Вот такая борьба. Доборолись, что повстал амебный мозг инфузорий, которые ничего, кроме вот этих полтюшков, не соображают. Потому что все этими полтюшками наживались. Как от ланки низкой, так и до высокой, естественно. Вот пришел Янукович, война. Что еще мало? Каких мало еще доказательств? Нет, все равно амебный мозг инфузории работает и до сих пор. И похожий, маленький, но трагичный. По своему осмыслению, даже больше, чем по трагичности, жестокости, цинизму и маньячеству. Убийство украинского волонтера-британца, который помогал добровольческому батальону Арата-УДА, украинская добровольческая армия. Украинская добровольческая армия. Миг-Алпс на острове Грэнси. Британские острова какие-то затерянные. И в этих затерянных островах появились такие же затерянные российские спецслужбы, которые очень жестоко устранили, спалили живцем этого героя Украины, который помогал чем? Термобылызну, вызыв. Всякое-всякое такое, ну, то, что дозволено через границу там провозить. Ничего уж там аж супер такого, там, машину там подарил. То есть убили жесточайше. И теперь по своему осмыслению, где смысл? Или же взять власть украинцам порядочным, контролировать ее постоянно? Или же опять держать все, как было, и люди будут погибать в жесточайших пытках за термобылызны, да? Когда там миллиардные потоки проходят, уходят, на редутах, в Одесской области, как Саакашвили говорил, собираются дань от сепаров, от ватников, от кого угодно. Для ДНР и ЛНР. То где тут логика? Ну, насколько это просто до понимания? Нет. Я раз говорит, я отвергаю Саакашвили, ну, ладно там отвергаю, так он еще и с матами, с матюками, вот так вот. Как так можно? Как можно было дойти 4 года войны? Вот до такой логики. Я просто не понимаю. То есть Британия, Англия, которая наводнена путиновскими, путиновскими мокрушниками, спецслужбами, которые устраняют вот таким жесточайшим образом простых нормальных людей, ну, ни в чем практически невинных. В помощь, это же святая вещь, помогать своим. Это же славяне, это же, ну, братья, христиане. Нет, вот так вот животноводы, вот так вот относятся к древней Киевской Руси, чтобы вызвать животный страх. А бойцам на передке, это что, непонятно? А ваташкам, добробатов, это что, непонятно? Это что, мультики про незнайку? Приехали, привезли, отвезли, и все, на этом закончилось. Где логика всего этого построения мыслительного процесса? Куда он исчез за 4 года войны? Столько смертей, столько крови пролито. Ну, окей, это не совсем духовная, не совсем теологическая тема, хотя у нас все тут есть. Одна идеология, одна теология. Война, лукавство, продажность, сатана. В душах мерзкость, мразь и патернализм. Служение грязным, паскудным, темным силам. И, как мы видим, к сожалению, эта гадость затрагивает души через лукавство свое, через несовершенство, через самообманное понимание и тому подобное. Подобие поворачивая революции, там, где все вот это лыкнули, полтюг получили и побежали бухать. Счастливо, картинки везде вокруг. Ну, война же идет все-таки. Это же не четвертый год. Православные, к сожалению, подсаживаются. Переходят, проукраинские православные, переходят с московского патриархата и паства тоже, в рашеновский патриархат. Не только духовные на это подсаживаются. Те, кто подсаживаются. Те, кто не подсаживаются, тем честь, хвала и Господу слава, что Он через Дух Святой в их душах пребывает. У священников и у православной паства. А те, кто подсаживаются, к сожалению, получается, для тех бабки бабло лукавого не пахнут. То, значит, война идет, бабки не пахнут, а должны еще как пахнуть. Потому что это лицо, это представительство, наместничество Бога Всемогущего, Пшихмагонцева, тут на земле. Это церковь Иисуса Христа, святого, который пролил кровь за всех грешников. Чтобы они когда-то доперло до них что-то, чтобы попали в рай и тому подобное. И здесь, на земле, делали то, к чему они тут вообще предназначены быть. Вот это человечество. Они ж не механические произведения. Они ж люди, наделенные через Бога Всемогущего волей. И чтобы через эту волю происходила жизнь и мироздание. А не чисто через механический завод. Для этого Бог мог бы попросту взять, создать роботов. Включил и играется. И они делают то, что он хочет. Но это же не интересно. И теперь вполне резонно спрашивать. Не ху а ю, мистер Шмутин Путин, а ху а ю, украинец, который допускает уже через свою волю. Вот такой бардак, балаган, лукавство, предательство самого себя. Своих детей, свои поколения, свою память о себе, как о борящемся народе, или как о биобидлом массе. Какой след оставляет после себя вот это суспильство, не борящееся? Какой след амебы, медузы обычной? Ну это ж так просто для понимания. Ху а ю, украинец, ну или просто народ украинский, которого как последнего лоха обольстил лукавый. Что он даже не выходит, этот украинец, обольщенный, пребывающий в своем лукавом блаженстве, якобы. Типа, властуха поменялась же, теперь все. Спивайте сурмы. Можно на завалинке сидеть, как в глубинке российской. Ну и представим такой фабулярный художественный пример. Сидит себе просто волонтер, к примеру, в Англии. Бухает с реднексами в пабах, одевает кошельку, футболку там, Россия, а-ля Слава Путину и тому подобное. Как это одевал, все же знают, миллионы людей и в Англии, и в Украине убедились. Сын Порошенко одел футболку и все, там вышивал на кампусе где-то. Потом приезжает в Киев на свято, на парады, одевает вышиванку, фоткается, тоже с реднексами местными, вышивается, с павлиным хвостом ходит, потом говорит, едем на передок. Едем, все едут, в вышиванках, на передок, переодевается, военную форму, автомат, так, мне надо вам привезти еще машину термобилизны, а для этого мне нужно фотки, там, на фоне терриконов, квадрат 6. и дымов до квадрата 6. Фоткаемся. И идут добробатчики, пацаны легковерные, которые, в принципе, привыкли не политические задачи решать, а на месте реконсировку местности решать, справляться с военными задачами, своими обязанностями и тому подобное. Вот они идут в этот квадрат, а их пух-пах, котел захватили, взяли плен, половину поубивали, а этого чувачка сына Порошенко. Взяли и отпустили. Говорят, да и езжай. Вот он приезжает обратно в Киев и говорит, что да, вот все, попали наши братья, давайте им поставим кресты, могилы, все сделаем, выделим там средства. Это если еще розголос пойдет. Все, поставили, поплакали, годовщину сделали, все. Едет в Англию этот тип, опять одевает на себя футболочку. Россия, Россия, слава аля Путину, и опять с реднексами в пабах, барах бухает. Так вот, вот такого бы волонтера не убили бы, не ликвидировали, жесточайше не пытали, не сожгли бы сживую российские спецслужбы или еще какие-то там. Такие бы волонтеры жили, как и живут дети вот этих олигархов, которые там не под охраной, ну, какая охрана, ну, там один, два, три, сколько там этих, бодигардов, там же отряд за ними не бегает, автоматчиков, понятное дело. То есть, их никто там не ликвидирует, не уничтожает, а вот проукраинских, которые скромно, тихо, но их высветили, к сожалению. Вот высветила, вот эта вот, эта глупость, она мешает, везде мешает и лукавство. Вот его святанули, взяли, убили, жесточайше. Ну, что, и поплапкали, и все. Они жодных высновков с этого не сделали. Все так дальше продолжается. Вот они пускай гинут жесточайше, а мы поплачемся, и все и дальше так будет проистекать. Порошенко там дальше воруют, дети его там дальше жируют на бабло награбленное в Украине. Волонтеры гинут из-за каких-то таких термобелизм. А тут украинцы простые охреневают от платежек. То есть овспринов, отпрысков, галитея, других олигархов, барых. Никто там не трогает, не преследует. Как их можно за что преследовать, когда они котловары. Они ж котловарят на Украине, забирая кровь из жизни самых наилучших цвет украинской нации. Борящийся цвет. И поэтому они там вот эти детвора, детки, почетные как бы гости среди спецслужб России. Они никому не нужны. Дети воров там только приветствуются, потому что они уничтожают украинскую государственность. Ихние предки, ихние родители. А там они живут только на ура, давайте, давайте и дальше так. Это такая система воровская. А наших обычных простых пацанов, волонтеров и не только валят как мух. Вот Литвиненко завалили. И что, мало, да, доказательств, что это опасные вещи, что нужно очень сильно маскироваться, что не надо там видео там снимать и тому подобное, во все эти выкладывать, посмотрите, какой я крутой. то лучше бы он не крутой был, а живой и помогал и дальше. Нет, а ваташки и добробатов некоторые, давай дальше поощрять эту систему, давайте и дальше дары лукавого приношаша, давайте, пускай оно так и будет, да. К чему это? Это ж подло, это ж лукаво, так нельзя больше дальше быть. А виноват Саакашвили, да? Ну, капец полный. Тут не то, что с логикой проблемы, тут вообще. Так что это получается и получалось. Мозг Амебы избрал Януковича, потом Порошенко, Рошенко. Тут не идет в речь о самом Порошенко как о личности. Пускай он будет себе хороший миллион человек, раз, ошибается, но он руководит нами, как это не огыдно, он нами всеми руководит, нашей ненькой, нашей истории, славянами, христианами, украинцами. Вот это огыдно. Не мозг Амебы избрал его, а мозг человека, впадшего в лукавство и таких лукавофилов в Украине практически большинство. И когда оно вхавает, что это капец, обычно тогда бывает очень поздно. И вообще, в принципе, из говорильни толку мало. Все проистекает от действий, от поступков, от подвигов. И практически без действий любая говорильня имеет нулевой КПД. А для умного народа никакой говорильни и не надо. Он сам все видит и понимает. И действия творятся автоматически. После вида, ощущения, они тогда, когда бахнет уже тебя, вообще расплющит. Когда есть повод для борьбы. А поводов тут масса. И все равно ноль. Потому что только умный мудрый народ может что-то делать. А мозг амебы. Там хоть говори, хоть они что-то делают. Это бесполезно. То есть для Украины атак достаточно и Киева, чтобы отправить коррупцию прочь с украинской земли. Достаточно вот так полно Киева и области. Это ж не очень дорого стоит. Нет, все равно оно сыдить и мовчить, покуда не придет оккупант его не вбье. А потом оно выходит и жалобные песенки поет, поет, ругает кого-то. Жесть. Так не ругай. Бери власть. Убирай коррупцию. Создавай спецслужбы. Эффективные. Контролируй, чтобы не в карманы вонючих крыс, щуров расходилось бабло миллиарда украинского. А в экономику, в милитарию иди делай что-то. Не оно сыдыть и песенки спевает. Жалобные. Кому нужна эта лукавая жалость уже? И выходит, что атеистические НКВДшные, КГБшные попы московского патриархата, они в принципе есть наставникам. Те, которые вытягивают из обычного людо украинского, из людо российского, так само, сейчас мы говорим о Украине, вытягивают бабло с тем заверением, что они читают Библию, Святое Слово, и по историческим событиям, регалиям, они усправедленны, они преподают идеологему Совка, который победил как бы коричневую чуму, гитлеризм. И Путин якобы удачно так попал, смотрите, как он их расшифровал всех якобы. Мюнхенский сговор, видите как, вы коричневую чуму поддались и не удержались от нее, а вот Великий Советский Союз, значит, ее победил. И теперь эта идеологема должна работать на все века. Но дело то все, именно все дело в том, что Мюнхенский сговор и не только, был возможен только потому, что Гитлер напал на ГУЛАГ. Он не напал на беленький пушистый Советский Союз, который как пастух в сказке пас овечек. Он напал на кровавый, злочиный, тоталитарный ГУЛАГ. И в этом и есть развязание Мюнхенского сговора. Теперь московские попы втулдыкивают как пастве населению, биомассе и даже полулояльной публике к честности, к справедливости и к совести. Втулдыкивает, что вы же не каноничны. То есть то, что в Библии написано там, где есть три человека собрались, которые вызнают Иисуса Христа за своего Бога, это и есть церковь Христова. Ну и другие больше регалии потом через ту самую Библию, через апостолов даны церкви. А московская партия КГБ тогда, когда Сталин обесрался, все, друг его, Гитлер пошел на него. Что делать? Быть начальником Урала? Нет, так не пойдет. Народ загнан полностью в репрессии жесточайшую. Червоная Красная Армия разобрана через те самые репрессии, расстреляна от гордыни, от патологических властей, тоталитарных культа личности и тому подобное. Известно, к чему вся эта гадость приводит. Вот тогда вспомним старое Траханем. Давайте поднимать православие, только уже, конечно, не такое православие, как было при царизме, такое, но правдивое было православие, только коррупционное. А чисто теперь будет Красное Православие с красными попами, кегибискими, ковидыскими и тому подобное. Вот теперь они сейчас и до сих пор дают всей пастве и в Украине постсоветской. Естественно, пример для подражания. Ходят опять 25, попы ездят на дорогих мерсах, Московский Патриархат пролещает этим всем вот таким помедением, что смотрите, мы же крутые, а вы лохи, давайте и как мы, тоже пролещает вот этот Рашеновский уже Патриархат, который проукраинский, ну который прокоррупционный тоже, поскольку он поддерживает Рашен, того Рашена, который кидает деньги ему. И выходит, с детьми Рашена, они там креснут, и все, счастливые, душа в душу, на крутых тачках, мэрсах, барыги сбивают патриотов, сбивают правозащитников, вместо православия, вместо духовенства работают вонючие гниды, ведьмаки, экстрасенсы, псевдоэкстрасенсы, всякие, шушера, погонь всякая, нечистая. И выходит, что места правдивым, простым украинцам, помогающим армии, помогающим добробатам, нету. Им приходится, как профессору Плейшнеру, носить цианид постоянно, чтобы в случае чего их хотя бы не пытали, не издевались, а просто была возможность им быстро умереть. И они вынуждены скрываться, в то время, как дети барых, везде по заграницам, везде, куда ни глянь, попы на дорогих мерцах вышивают. Какое это православие, какое это христианство. Капец. 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 Продолжение следует...